Обычная дробилка для винограда без гребней отделителя такого не сделает. Сейчас я покажу, как я с помощью перфоратора и мешалки вылавливаю гребни из сусла. Это очень легко, и даже если бы у меня была дробилка для винограда, то гребни бы остались в сусле, и это было бы очень плохо. Поэтому это самый легкий способ без дополнительных покупок сделать хорошее сусло. Обычно я это делаю под закрытой крышкой и даю пару оборотов, чтобы весь сок стек. Вот столько я уже за буквально пару секунд насобирал гребней. Самый легкий и замечательный способ. Посмотрите, это все гребни. Видите, так легко все отделяется. За 5-10 минут я еще насобирал вот столько гребней, и теперь уже все сусло идеальное. Посмотрите, обычная дробилка для винограда без гребней отделителя такого не сделает. Поэтому не нужно тратить деньги, если вы начинающий винодел, и у вас квартирное вино или гаражное вино, обычная мешалка и перфоратор вам прекрасно помогут. Я сейчас нахожусь в своей творческой лаборатории. Здесь у меня виноград в еде, и я буду его измельчать мешалкой от перфоратора. Для того, чтобы брызги не разлетались, я сделал вот такое отверстие, и теперь все прекрасно будет перемешиваться. Вот такой прекрасный способ, как отобрать все гребни. Очень легкий и надежный.